На благотворительную выставку своих питомцев привезли волонтеры Центра реабилитации из Троицка и приюта для животных Долгопрудного. Зоозащитники добровольно помогают пристраивать кошек и собак в семьи. Рассказываем не просто как правильно помогать пистолетам на улице, но где находится ближайший приют, реабилитационный центр, чтобы люди могли помогать животным безопасно для себя, грамотно при поддержке консультантов наших волонтеров. Адвокат по уголовным делам Ольга Динзе все выходные проводит в приюте «Счастливый друг». Говорит, что времени всегда катастрофически не хватает, но такое общение с животными считает для себя лучшим отдыхом. Питомцы дарят много тепла и ласки тем, кто помогает. В Бете мы нашли на стройке, ее родственников убили и через отлово она попала к нам в приют. У Юми немножко другая история. Она бывшая домашняя, как говорят. Она очень ласковая, добрая, но от нее отказались. Выбросили на улицу. И так она попала через отлово в приют. Алла Швыркова рассказывает, что в приюте около тысячи собак и примерно 70 кошек. Все ласковые, отлично уживаются в семье с другими животными. Трехцветка Афродита и красавец Беляш обязательно принесут в дом новых хозяев счастье и радость. Котики очень ласковые, просто. Они с детьми совершенно спокойно могут. И с животными, и с другими. Совершенно нормально адаптировались бы дома. Со всеми дружными. В комнате несколько кошек. То есть там нет таких, чтобы драка было. Они живут друг с другом очень долго. Волонтеры заметили, что в основном их питомцев забирают в молодые семьи. Но бывают исключения. И в этом очередной раз убедились. Нам так к сердцу прилег один котик, что мы решили его взять себе и создать ему самые благоприятные условия для дальнейшей жизни. Это будет наш любимец. У него потрясающе красивое имя. Прометей. В программе выставки не только устройство кошек и собак в семье, но также интересные лекции и выступления. Основательница дома зайцев Кристина Григорьева рассказала о том, как спасают этих животных в Московской области. Надеюсь, что и дети, которые приходят, уже с детства начнут правильно, ответственно относиться к своим питомцам. То есть не как к игрушкам, которые можно выкинуть, а все-таки осознавая в полной мере ответственность. Запланировано проведение таких выставок еще в 12 городах Московской области. Благотворительная акция должна привлечь внимание жителей к проблемам приютов и центров реабилитации для животных, что существует на добровольной основе. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.